Мы стали работать с ним варваром Горького. Я просто маленький эпизод такой расскажу. Он познакомил меня с Юрием Васильевым, изумительным совершенно художником и очень интересным человеком. И там был какой-то завосел, деревянный, каменный, руси и так далее. Но тогда я был такой человек, смелый, мне все казалось, что надо сделать все по-другому, как-то всегда молодцы, наверное, бывает. Значит, я предложил там такое невероятное какое-то оформление, такой ход. Васильев сначала даже испугался, кто-то имеет отношение к пьесе. Первым, кто поддержал меня и был за это, это был Александр Леонидович. Потом мы начали потихоньку работать эту пьесу. Причем он мне доверял все первые репетиции. Как я не боялся, первый раз в таком московском профессиональном театре. Ну, как-то эта работа началась. Я вот о чем, пожалуй, хочу сказать. Вот вы знаете, когда кончился гитис, и ты оказываешься как бы выброшенным из очень таких дружеских, очень таких ласковых, очень внимательных, заботливых рук, ты оказываешься, ну, прямо, грубо говоря, на улице. И вот, на мое счастье, на мое счастье, я человек зажатый, закомплексованный, робкий был, жутко совершенно, и так далее. И я попал в руки Александра Леонидовича. Не просто в творческие руки, а в человеческие руки. Мне кажется, он относился ко мне как к сыну. Я очень близок был к дому Дунаеву. Его прелестные жене дали, девочке, когда еще были, небольшие, и религии. Мне нечего было носить, мне нечего было жрать, денег я никаких не получал. Кормили меня Дунаевым. Одевали. Тоже. Даже у Гарри ставил я где-то у меня на работе, она преподавала, и я ставил какой-то там первый свой какой-то опуск, чтобы получить какую-то маленькую денежку. Вот. Я думаю, потом так сложилась жизнь, Мария Осина шла ставить театр армии и она мне сказала, Саша, вы должны мне помочь. Как бы, ну, для Акнебеля было для меня все. Все. И я думаю, что я в какой-то степени виноват перед Александром Леонидовичем. Потому что, вы знаете, большей доброжелательности и более доброжелательного человека я...